Здравствуйте, друзья! С вами Павел. Решил сделать видео на вот такой вот экранчик для Raspberry Pi. Он у меня уже давно. Значит, модель WaveSharp Sport Peer 3,5 дюймов экран. Специально под Raspberry Pi идет. Подключается путем DPO разъемов. Вот. Значит, он, я его выбирал, специально подходит прям под размер. То есть, если мы подложим сейчас, да, то практически Raspberry Pi все закрывается. То есть, у меня была задумка купить корпус такой, без верхней крышечки, чтобы поставить экранчик, ну и был бы как бы компьютер такой переносной с экраном. Вот. Купил я его вот назад где-то. Вот. У меня он при переезде треснул. Вот. Ну, собственно, все работает. Значит, он еще сенсорный, этот экран. Вот так. Что еще в нем такого интересного? Ну, в принципе, наверное, все. Больше мне нечего про него рассказать. Подсоединяется он на первые порты Raspberry Pi. Как раз на какие, как бы, я так сказать, ну, под какие подходят, в те и вставляем. То есть, сначала начинаем. Вот. Вот таким вот образом. Хлоп. И вставляем. Вот. Вот. Но есть какой нюанс. При включении Raspberry Pi. Так, давайте сейчас включу. Вот. При включении Raspberry Pi. У нас экран не работает. Вот. То есть, он белым загорается и все. Ничего не показывает. Нужно все-таки кое-какие настройки в самой Raspberry Pi вводить, чтобы экран у нас запустился. Так что давайте, наверное, перейдем на компьютер. Вот. Я вам покажу, как это все настраивается. Итак. Ну, что же. Мы перешли на компьютер. Вот. Давайте я вам на компьютере покажу, как настроить экран для Raspberry Pi. Итак, логинемся. Логин, пароль стандартный. То есть, у меня сейчас чистая операционная система Raspberry Pi. Вот. Переходим. Тут привилегированный режим. Переходим в каталог Home. Перешли. Значит, что нам первым делом сделать? Первоначально нам надо включить SPI. Вот так вот он пишется. Значит, что это такое? SPI. Это последовательный периферийный интерфейс. Его иначе называют. Так. Это последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуплекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии. SPI также иногда называют четырехпроводным интерфейсом. Значит, смотрите. Вот схема Raspberry Pi 2. Вот это GPO и все разъемы на картинке. Значит, смотрите. SPI это 19, 21, 23, 24, 26 порты. Это вот как раз порты периферии для передачи данных. Нам надо их включить. По умолчанию они выключены, как только мы устанавливаем операционную систему. Для того, чтобы включить, надо ввести команду распай-конфиг. Значит, тут переходим в девятый пункт Advanced Options. Тут у нас есть A6, это SPI. Вот, SPI. Значит, соглашаемся. Вот, окей. Еще раз соглашаемся, еще раз окей. И все, и финиш. Вот, он предлагает нам перезагрузить разбрипай. Соглашаемся. Вот, компьютер перешел в перезагрузку. Так, у нас разбрипай очень быстро грузится, поэтому долго ждать не будем. Сейчас он загрузится у нас. Так, нет еще. Вот, загрузилось. Так, переходим опять. Вводим логин. Вводим пароль. Если кто не помнит, логин PIE, пароль Raspberry. Привилегированный режим заходим. Переходим в каталог Home. Почему именно каталог Home? Потому что, если вы будете в корневом каталоге находиться, точнее, допустим, в самом первом, да, который просто по щаде переходит. У вас при скачивании, допустим, драйверов в установке будет выдаваться ошибка. Вам недостаточно будет прав и хоть под рутом, хоть под чем. Поэтому лучше всего это делать в папке Home и в одной и той же папке все делать с разбрипай. Как бы будет вам удобно потом все это просматривать. Итого, что нам нужно сделать первое. Давайте сначала скачаем драйвер для нашего экрана. В команды вот такой. Я ее уже до этого сохранил, чтобы не вводить долго. То есть, WJET. И пишем адрес к нашему драйверу. Все, кому нужно, перепишите ему, кому нужно. На паузу нажмите. Все, вот у нас пошло скачивание. Все скачалось. То есть, если мы нажмем Ls, мы видим, что у нас этот драйвер скачался. Теперь нам его надо распаковать. Каким образом? То есть, у нас есть команда TAR для распаковки, XWF. Вот, Lsd, этапом добавляем остальное. Нажимаем ОК, все. Вот у нас пошли строчки, распаковки. Вот всякие. Все распаковалось. То есть, мы когда нажмем теперь Ls, мы видим, что у нас три папки. У нас есть LCD Show, папка архив, LCD Show 15, 10, 20 и Py. Py это у нас папка профиля. То есть, изначально он туда заходит. Как мы только залогиниваемся. Далее, переходим в каталог LCD Show. То есть, LCD LCD Show. Перешли. Значит, здесь много всяких файлов распакованных. Тут есть скрипты для разных экранов. LCD 3.2, LCD 3.5, LCD 4, LCD 5. Нам нужно 3.5, потому что у нас экран 3.5 дюйма. Для этого что мы делаем? Точку ставим. LCD 35 Show. Нажимаем Enter. После чего у нас уходит Raspberry Pi в перезагрузку. Сама. То есть, этот скрипт, он все необходимые нам параметры добавляет, копирует и перезагружает Raspberry Pi. После чего при загрузке Raspberry Pi вы уже видите, как загружаются компоненты на экране. И все. После этого, как раз Raspberry Pi до конца загружается, мы увидим на экране показания, что у нас появляется мышка, курсор. И, собственно, можно работать уже как с ноутбуком. Значит, смотрите, чем это хорошо. Тут у нас еще будет работать сенсор, потому что экран сенсорный. Я вам сейчас это покажу. Вот, как перейдем из записи из компьютера. Вот, я просто что хотел еще добавить. До этого я собирал драйвер самостоятельно. Ну, как самостоятельно, из многих кусков, из нескольких мануалов. И на GeekHub лазил, и везде собирал. Много там значений было разных, непонятных для меня. Я их редактировал, как думал, правильно, неправильно. Вот, поэтому мог где-то ошибаться. И сенсор у меня не работал. Вот, с такими махинациями. Ну, вот, а недавно, буквально, вчера, наткнулся вот именно на драйвер, уже готовый именно под этот экран. Раньше, когда я его заказал, это было год назад больше, и никакого не было. Вот, с этим, как бы, драйвером сразу есть скрипт, который все нам ставит, и все замечательно работает. Этот же способ также будет работать и на Raspberry Pi 3. Вот, и я думаю, на Raspberry Pi первой модель B, которая в таком же форм-факторе, я думаю, она тоже будет работать. Так, ну, что ж, давайте я вам на экране, точнее, на камере покажу, как загружается и как экран показывается. Так, ну, смотрите, после первичных настроек, теперь, когда подключаем питание к Raspberry Pi, что у нас будет происходить. Сейчас. Загрузится. Подождите, я не попал по разъему, промахнулся. Сейчас. Вот. Что у нас будет происходить при загрузке? Смотрим. Вот, давайте его перезагрузим. Значит, при загрузке у нас белый экран. Вот, Raspberry Pi начинает грузиться. Вот, у нас появляется командная строка. Вот. Загружаются всякие модули. Вот. И все. После этого у нас загружается сам ГУЙ. Вот. И вот у нас Raspberry Pi. Как бы с рабочим столом. То есть, если посмотреть, вот. Видите, курсор как бы двигается. То есть, все сенсорное. Например. Открыть пуск. Вот. Вот. Затечивать все. Ну, видно, да? Вот. И отпуск, офис там. И все остальное. Вот. Ну, что. Кому понравилось такой кранчик, ссылочку в описании я оставлю. Заказывайте. Приобретайте. Он, конечно, не из дешевых. Но, как видите, полезная штука. Можно поиграться. Вот. Все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Вот. Подписывайтесь на канал. Будет много всего интересного. Канал забрасывать не собираюсь. Всего доброго. Всем удачи. Пока-пока.